Всем привет друзья, с вами Фил и сегодня мы с вами подадим заявку на закрытое тестирование новой версии пабга, которая получилась в результате скрещивания мобильной версии с компьютерной. Посмотрим на ошибку теней из-за драйверов Nvidia и узнаем сколько не будут работать сервера 10 октября. Поехали. А перед началом я хочу отметить спонсора сегодняшнего видео, это самая надежная букмекерская контора 1xbet. Она предлагает огромный выбор спортивных событий и возможность сделать ставки на множество исходов и даже на результаты киберспортивных событий. Если ты разбираешься в спорте и следишь за подготовкой команд, то делай правильный выбор и выигрывай с большими коэффициентами. К тому же специально для моих подписчиков по промокоду FILL можно получить бонус до 6500 на первый депозит. Ссылочка в описании. Начнем давайте с технических работ. Разработчики запланировали их на завтра 10 октября половину 4 утра по москве. Продлятся они ориентировочно 3 часа, но вот цель их остается загадкой. Скорее всего будут исправлять матчмейкинг, чтобы мы не попадали в Азию и Америку с пингом за 200. Возможно вернут систему крафта, но это менее вероятно. В любом случае должны сделать что-то полезное. Главное, чтобы ничего не сломали. Как вот разработчики Nvidia в своих последних обновлениях драйверов которые вышли 4 октября умудрились сломать тени в пабге. Конечно ничего ужасного прям не случилось, играть можно и с такими косяками, но выглядит согласитесь не очень. Особенно когда такая огромная тень может спалить вас для других игроков. Ну и соответственно других игроков для вас, что конечно более приятно, но не менее не честно. На данный момент разработчики пабгу уже связались с Nvidia, и в ближайшее время выйдет хотфикс или новое обновление. Так что думаю баг просуществует недолго. И еще порадовало что разработчики пообещали изменить дурацкую синюю зону, через которую практически нереально ничего увидеть после последней обновы. Эту информацию дал нам комьюнити менеджер, сказав что новые визуальные эффекты уже готовы и будут введены в игру в ближайшем патче, это очень радует. Теперь пожалуй самая интересная новость. На реддите появилась информация о том, что с 4 по 10 октября проходит закрытое тестирование тайской версии пабга, это абсолютно новый клиент для пк версии, который включает в себе особенности мобильного пабга, хотя часть интерфейса, в частности инвентарь полностью повторяет наш компьютерный паб. Самое главное это то, что клиент абсолютно бесплатный и имеет гораздо более высокую оптимизацию по сравнению с пк версией. Системные требования вы можете видеть сейчас на экране, я думаю многих из вас они уже приятно удивили. Новый клиент носит название project thai и судя по всему нацелен исключительно на Таиланд, как вы можете заметить он правда сильно отличается от эмулятора, который выпускала Tencent и вполне возможно сможет составить ему конкуренцию. Вопрос только в том, что сервера там доступны только азиатские, а следовательно с нормальным пингом из СНГ и Европы поиграть будет нельзя. Возможно если разработка будет удачная, географию клиента расширят, но к сожалению на тесте только Азия. Чтобы поиграть в клиент его надо конечно же скачать, сделать это можно на официальном сайте, ссылочку оставлю где нибудь в описании. Кнопка скачать находится в правом верхнем углу и имеет характерный желтый цвет. Нажимаете и клиент сразу же вам скачивается. Но вот чтобы зарегистрироваться и попасть в саму игру нужно сделать серьезные махинации в виде подачи заявки на тестирование. И то это не гарантирует 100% попадание, а лишь дает шанс. Если же желание еще не пропало, то смотрите что там надо сделать. Я наверное оставлю еще одну ссылочку в закрепленном комменте, чтобы вы сразу переходили на страницу регистрации и не рыскали по сайту. Но для особо любознательных на видео я все же показываю как перейти на страницу регистрации с главной. Как правильно тут все заполнять решайте сами, я лишь покажу вам то как заполнил все поля я и приведу их значения. В первом поле требуется указать имя и фамилию. Во втором выбрать сколько вам лет. В третьем мобильный телефон, но поле не отмечено обязательным поэтому можете не заполнять. В четвертом и пятом надо ввести свой адрес электронной почты. В шестом выбрать в какой пабг вы играли до этого, стим или иксбокс. Ответ который короче означает стим, я выбрал его. В седьмом поле нас спрашивают играли ли мы в другие батл рояли кроме пабга, тут ответ который короче значит да. В следующем восьмом поле нам предлагают выбрать сколько денег мы тратим на покупки внутриигровых предметов в месяц. Сумма там указана в батах, что примерно в два раза больше чем рубль. Честно отвечать не советую, поэтому ставьте обязательно что тратите, мне кажется разработчикам это важно. В девятом пункте выбираем операционную систему на которой планируем играть. В десятом пишем какие игры или жанры нам нравятся. В одиннадцатом тоже проигры только для мобильных устройств. В двенадцатом надо указать почему вы хотите участвовать в бета-тесте и в последнем в тринадцатом пункте нас спрашивают что мы думаем про пабкорп в Таиланде или чем мы можем им помочь, что-то типа такого. Дальше ставим все галочки, первая подтверждает политику конфиденциальности, а вторая подтверждает ваше разрешение на отправку вам электронной почты и нажимаем кнопочку подтвердить. Теперь остается только ждать. Возможно мы сделали с вами эту процедуру слишком поздно и нам зарегистрируют только к следующему тесту посмотрим, во всяком случае мне было бы интересно посмотреть что там наделали и на сколько стабильно все работает. Так что если дадут доступ я вам обязательно все подробно расскажу и покажу. А на этом у меня на сегодня все, всем спасибо что смотрели, желаю каждому из вас удачи, не забывайте про лайки и подписывайтесь на канал. Пока пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова